К нашей студии присоединяется Анна Бродская-Кроткина, заведующая программы словистики в университете имени Вашингтона и Ли в штате Вирджиния, США, доктор филологических наук. Анна, мы рады приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно вас видеть. Взаимно. Прежде чем мы начнем обсуждение, хотелось бы некоторую информацию озвучить. Итак, завтра в 15.00 в Кремлевском дворце готовятся подписать договоры о вхождении так называемых новых территорий в состав России. В этом же заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и по его словам, договоры будут подписаны со всеми четырьмя территориями, где прошли эти самые псевдореферендумы. Также Песков заявил, что сегодня Путин проведет оперативное совещание с Совбезом. Так вот, действительно, несмотря на реакцию мира, несмотря на реакцию самих россиян, которых абсолютно никак не вдохновляют эти псевдореферендумы и нарисованные результаты, все, о чем сейчас они, вероятно, думают в большинстве своем, это как избежать этой частичной, а по факту, самой обычной мобилизации. Как вы считаете, какие основные мотивы продолжать все-таки делать и создавать такой искусственный мир, в который верит только, вероятно, сам Владимир Путин и приближенные к нему? Ну, во-первых, хочу сказать, что начать с того, что в Америке эти референдумы кажутся настолько абсурдными, что до последнего дня о них почти не говорили. Тема легитимности выборов здесь в Америке очень важна, и это очень сложный процесс, составляется заранее в списке. Вы должны представить свой адрес, придя на голосование, вы должны доказать, что вы действительно живете по тому адресу, где вы зарегистрированы. Это просто, даже если бы намерения были честные в состоянии войны, это просто технически нереально сделать. Тем более, что большая часть населения выехала в многочисленные адреса, то есть здания просто разрушены. То есть это выпиющий абсурд с точки зрения людей, которые привычно голосуют каждые два года, в общем-то, и уж точно каждые четыре. Так что, прежде всего, референдумы не могут на Западе вызвать никакого даже понимания, зачем это. И действительно встает вопрос, зачем это. Это очень интересная тема, потому что мы видим, что авторитарные режимы регулярно проводят выборы, даже самые абсурдные. И хотя авторитарные режимы говорят нам, что их способ правления самый важный, что мы видим на самом деле, что язык демократии принимают и они. Чтобы быть легитимными, чтобы представлять себя как легитимную организацию не для внешнего потребления, а для собственных граждан. Для этого нужны выборы. Пусть даже со стороны сторонних наблюдателей это абсолютный абсурд. Но что такое выборы в демократии? В демократии выборы – это когда у людей есть выбор между разными мнениями. И мнения не могут быть в обществе одинаковые. Но очень простой, банальный пример. Но у фермера совершенно другие интересы, чем те интересы, у которых, например, будет строительная компания, которая хочет строить здания, скажем, дачи на территории, где фермер сажает, скажем, кукурузу. Анна, я хочу вот сразу буквально пять копеек вставить. Смотрите, для папуасов, например, казаться. Можно же казаться, да, а можно быть на самом деле. Демократические выборы – это когда есть сменяемость власти. Здесь нет никакой сменяемости власти. Здесь Путин властвует безраздельно фактически с 2000 года. 22 года так или иначе либо президентом, либо премьер-министром. То, что он с Медведевым менялся, тоже ничего не отменяет. Но он же себя мнит великим юристом и всегда говорит, вот, смотрите, мои папуасы, я тут, вы за меня голосуете. Это же вы за меня голосуете. Все по правильному делаем, как смотрит на это западный мир. Но от этого же он не остается, не перестает быть диктатором. Он не перестает быть диктатором. Он не может доказать западу демократическим странам, где выборы – это нормальное явление, что у него демократия и что вы действительно поддерживают люди. Но что он доказывает выборами? И выборы мы ставим абсолютно в кавычках. Это не, тут люди ничего не выбирают. Что он доказывает? Что его поддерживают массы. То, что я хотела сказать, что если в демократии очень важно, что у людей разное мнение, они выбирают именно между этими мнениями. И потом могут сменить свою позицию. Если та позиция, которую они выбрали, неуспешная, то в автократии очень важно показать, что мнений нет. Все абсолютно монолитно голосуют за Путина, голосуют за Россию, голосуют присоединиться. Вот этот монолит власти кажется Путину и вообще любому авторитарному режиму основой их стабильности. Конечно, на Западе такое отношение к правлению кажется чудовищным. И оно и есть чудовищное. Потому что у людей реально нет никакой власти над своей жизнью, никакой власти над политическими решениями. Они просто должны, в общем-то, тупо поддерживать позицию власти. А власть со своей стороны считает, что вот эта тупая поддержка, она и есть основа их режима. Так что примерно так все это работает. На западного потребителя это влиять не может. На внутреннего потребителя какое-то влияние это оказывать может. Но я думаю, что в состоянии войны, когда Российская Федерация очевидно проигрывает войну и, очевидно, терпит поражение на фронте, даже когда Путин предъявит эту как бы небольшую, довольно странную и совершенно фиктивную победу, скорее всего, влияние на население иметь это не будет. И мы это видим. И мы видим, что поддержка войны, о которой все время нам говорили российские СМИ и пропагандисты, она очень шаткая. Мы видим это по тому, сколько людей бегут через границу. По последним подсчетам, последним подсчетам с начала войны около миллионов, одного миллиона граждан. Знаете, на что бы хотелось обратить внимание также по поводу этих псевдореферендумов, которые буквально позавчера закончились, что хорошо бы сценариста поменять, потому что Россия действует абсолютно по методичкам, как в Крыму в 2014 году. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Джеймс Карруки. По его словам, такой сценарий снова повторяется. В частности, дезинформация, устрашение и фабрикование. Он добавил, что все знают, что Москва уже сфабриковала результаты псевдореферендумов. Давайте послушаем и продолжим. Проведение псевдореферендумов России в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины является неприкрытым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и устава ООН. Этот процесс является незаконным и нелегитимным. Это неприкрытая пропаганда, которая пытается объяснить присутствие России на суверенной территории. Мы видели эти российские методички в Крыму. Теперь это снова разыгрывается. Дезинформация, запугивание и фабрикование. Джеймс Карруки, постоянный представитель Великобритании, при ООН. Только я бы добавил, что немножко масштаб разный. Там Крым. Для российского общества это было красиво. В 2014 году возвращается в Лона. Хоть камни с неба и так далее. А тут Бердянск. Мелитополь. Некоторые, наверное, не знают, где они вообще географически находятся в России. Хорошо, если вообще географию самой Российской Федерации тоже знают. Зачем так, ну, я не скажу, зачем так абсолютно повторять то, что было реализовано в 2014 году? Неужели не хватает фантазии на что-то большее? Ну, фантазии не хватает. В конце концов, действительно, да и не нужна им фантазия. Вся идея авторитарного режима – это, в общем, что ничего не меняется. Вы помните, как в Советском Союзе вообще считалось, и, собственно, эта теория еще исходит из марксизма, все, достигли социальные нирваны, никаких социальных движений, никакого изменения режима не должно быть во веки веков. Путин – это продукт Советского Союза, и он точно так же считает, что ничего меняться вообще не должно. Ну, что касается крымского сценария, то да, об этом мы и в Америке тоже говорят. Например, Антони Блинкер, выступая в ООН, сказал про эти референдумы. Он их так определил – дьявольская стратегия. Это дьявольская стратегия. Почему это дьявольская стратегия, сказал он? Потому что… Дьявольская стратегия с выборами. Потому что сначала Россия выдавливает людей, физически и политически выдавливает людей, которые не сторонники России. После этого она заводит своих людей для голосования. И даже это все неважно, потому что потом просто рисуются придуманные заранее результаты. Поэтому это абсолютно делается не для внешнего потребления. Между прочим, и Байден в своем выступлении в ООН тоже упомянул ту же самую проблему – фальшивые референдумы. И напомнил своим коллегам, что Путину никто не угрожал. Он напал на Украину без провокации. И Байден, и Блинкем в этой связи вспомнили. И еще раз напомнили всему миру, что война сопутствуется страшными военными преступлениями, что постоянно открываются новые и новые чудовищные преступления России на завоеванных территориях. И это тоже, конечно, связывает с референдумом. В конце концов, даже если какие-то люди проголосовали за, то они проголосовали за присоединение к России, то нет никакого сомнения, что они проголосовали под чудовищным давлением. Мы видим, что происходило с людьми и в Изюме, и в Буче, и в Ирпене. И нет. Кроме того, многие об этом тоже политики упоминают. Видели и в СМИ, в официальных СМИ появляется упоминание кадров, где, возможно, что просто с камеры наблюдения, где военные приходят с урной для голосования. Две женщины несут урну, их сопровождают два вооруженных мужчины, русские военные. Это, конечно, выпиющий способ заставлять людей голосовать. И, между прочим, вполне в советских параметрах. Если вы помните что-то про Советский Союз, то именно так, под давлением, люди ходили голосовать в Советском Союзе, никакой тайны голосования не было. Тебя буквально... за тобой приходили в дом, и тебе угрожали увольнением с работы, если ты не шел проголосовать, собственно, за кандидата от Коммунистической партии, никаких других кандидатов не было. И вот, в общем, принцип тот же самый, принцип глубоко советский, что обмануть на Западе никого не удастся. В России сейчас не до этих тонкостей. Люди стараются спастись от произвола того, что их сейчас просто заберут в армию, вне зависимости, призовут вне зависимости от их возраста, их физического состояния, их образования. В общем-то, можно сказать, что в российском обществе наблюдается паника. И тут интересно, что паника – это происходит среди людей с образованием. Вот этот миллион, который в результате этой войны уехал, прямо после 24 февраля уехал по неофициальным подсчетам около полмиллиона человек. Это вполне кажется реальной цифрой, потому что и без войны из путинской России каждый год уезжало по 300 тысяч человек. И это, между прочим, цифры Росстата. Так что абсолютно официальные цифры. И Росстат в этом случае еще немножко цифры занижает по разным причинам от Росстата независим. Так что 500 тысяч – это вполне полмиллиона, это вполне реально. Теперь такое же количество бежит в результате призыва. Итого миллион человек минимум, и это миллион профессионалов. Это именно то, что очень отрицательно скажется на российской экономике, потому что образованные люди – айтишники, инженеры, химики, физики, математики, врачи, наконец. Все они очень нужны экономике. И большой, колоссальный отток этих людей наблюдается в настоящий момент через границу. И это будет очень серьезный фактор. Не менее серьезные, чем санкции. Во всяком случае, когда этот отток будет еще усилен санкциями, российская экономика не имеет особенных шансов на возрождение. Вы знаете, каждый раз кажется, что Путину уже нечего терять, как будто бы все уже дно достигнуто, но каждый раз, скажем, оттуда все снова и снова доносится в стук. И вы вот сами сказали, что это ведь большая потеря для России. Полмиллиона людей, которые, ну хоть сколько-то думающие, которые с образованием, которые в теории могли бы что-то сделать для этой страны. Как считаете, у Владимира Путина еще есть что терять? Я имею в виду не только вот эти полмиллиона людей на фоне всей Российской Федерации, но ведь он действительно поменял уже и статус. Вот еще буквально сколько там, лет 20 назад его, возможно, в Вашингтоне еще кто-то мог считать каким-то там реформатором, но ведь он потерял и уважение, и какой-то абсолютно его уже не воспринимают даже как здорового психологически человека. И то, что происходит внутри самой России, и вот складывается действительно такое впечатление, что оттерять-то уже нечего. Ну, ему-то, конечно, есть что терять. Он может потерять свою жизнь, он может оказаться в Гааге, и, к сожалению, чем дольше длится война, тем больше у него будет сторонников, потому что чем больше завершается военных преступлений, тем больше людей при падении режима окажутся на скамье подсудимых, и тут никто в этом не сомневается. Вот там вот Лавров сидит, например, вот он тоже окажется на скамье подсудимых, и бесконечное количество генералов, офицеров и солдат, которые совершили чудовищные военные преступления, пытали, расстреливали людей. Это все они будут судимы. Что это значит? Что чем больше продолжается эта война, тем больше у Путина сторонников, которые будут бояться падения режима. Им всем есть что терять, и чем дольше все это длится, тем больше им будет что терять. Поэтому, да, потери еще могут продолжаться. И Запад, конечно, беспокоится на эту тему, потому что Путин постоянно напоминает Западу, что да, у него есть ядерное оружие, и тут Западу нужно, в общем-то, вздохнуть и перестать его бояться. И, между прочим, сигналы, которые мы получаем от американского правительства, они довольно двойственные. С одной стороны, и Блинкен, и Байден, и советник президента Салован недавно сказали очень, несколько лет назад сказали очень жестко, что если Путин применит ядерное оружие, то последствия для России будут катастрофические, или чудовищные, или ужасные. Прилагательные там самые интересные. На что намекают эти политики? Это на то, что они не только это вот сейчас сказали нам, сказали всей публике, сказали в интервью, в СМИ. По всей видимости, между Россией и американским правительством постоянно существует линия коммуникации, где Путину непрозрачно объясняют, что произойдет, если он будет использовать ядерное оружие. Это, с одной стороны, мы получаем вот эту вот линию, как бы линию беспокойства. С другой стороны, правительство и Белый дом нам, в общем-то, говорит, что пока военные эксперты не видят того, чтобы Россия реально готовилась к тому, чтобы использовать ядерное оружие. Но это вот то, что Путин еще может использовать, хотя бы как угроза, и то, что он еще может потерять. То есть полное разрушение себя и своего режима, и собственной жизни. Вот это он ему еще осталось терять. Анна, но ведь действительно у каждой страны и у каждого правительства есть своя тактика формирования определенных ответов на сложившиеся обстоятельства. Поэтому все-таки будем надеяться в том, что позиция Соединенных Штатов Америки, ну, я даже могу сказать, что мы в этом уверены, абсолютно тверда в отношении вот этого ядерного шантажа. Похоже, что действительно это так, позиция тверда. Интересно, что вот все, что происходит, референдумы, мы еще не говорили с вами о подрыве, о возможном взрыве России газопровода подводного, все это постоянно заставляет американские СМИ держать Россию прямо на первой странице. То есть нужно было бы забыть про войну американцам, потому что здесь немало своих проблем. Например, сейчас был огромный шторм и буря и торнадо, многочисленные торнадо во Флориде. И вы можете сказать, что да, это будет на первой странице. И действительно, как первой странице торнадо, потом Россия. Будем вас благодарить за высказанное мнение. Очень полезно было пообщаться в эфире и посмотреть немного с другого ракурса. Анна Бродская-Кроткина, заведующая программой словистики в университете имени Вашингтона и Ли в штате Вирджиния, США, доктор филологических наук.